И снова всем привет! Решила я все-таки сделать обзор своего, так сказать, эстрадного хобби. Мыльного. Ну что, начну я, наверное, с остатков мыла. Это вот одно из первых. Вообще, оно было двухслойное. Второй слой был зеленым. Ну и он немножко у меня отварился. По-моему, он уже измылился. Вот им я смывала свою косметику. Ну, конечно, не свою. Вот эту и фрашевские там блески, помады. И умывалась. Ну, у меня была как сухая пенка. Твердая пенка. Не знаю, как. Пенка для умывания, мыло для умывания. По-моему, такое полосатое мыло у меня ушло. Куське, Светочке. Светик. Дочка маминой подруги тоже Света. Семейная, так сказать, друзья. Я не знаю, вряд ли она, конечно, меня смотрит, но если что, привет ей. Так. Еще, может, кому-то уходила, точно не помню, но одно у меня такое точно было в деревне и измылилось. Это просто вот такие маленькие полос. Была такая длинная вообще полочка. Полупрозрачная, даже уже не помню, с чем она. Но это вот здесь, скорее всего, из... Даже уже точно не понятно, наверное, все-таки из белой основы. Вот это, соответственно, прозрачная основа. У меня еще задумки есть из золы сделать мыло. Но пока руки не дошли, так же, как и из кокоса, сделать масло кокосовое. Кокос лежит практически уже гос лежит, но меньше, чем гос. Месяцев 8, наверное, лежит. Так сказать, беременность такая. На 9 месяц я его все-таки раздолбаю. Так вот. Честно сказать, не помню, чем он не пахнет. Что там было, распечатывать не хочу. В составе, ну, тут, скорее всего, прозрачная основа. Возможно, пищевой краситель какой-нибудь. И, может быть, лимонное масло. Это одно из первых мыл. Тут, конечно, оно такое невзрачное. Это мыло с зеленым чаем. Точнее, с матьей. Это как японская традиция, вообще изначально китайская, когда пудра из чая заваривается в виде чая. Вот оно тут добавлено. Тут эфирное масло чайного дерева. И, соответственно, по-моему, все-таки изначально это была прозрачная основа. И сама вот эта матья. Один кусочек у меня есть. Я подарила Маша Яковлева. Она его заюзала. Казала, что вполне нормально. Похож такое на черное. Один кусочек заюзала я. И два кусочка. И полтоник у меня осталось. В общем, вот такие невзрачные. Ну, я предупреждала в последнем видео обзоре. Они действительно были невзрачные и остались. Вот это у меня больше всяких пленочек много получилось. Вообще, там внутри может быть видно листик. Это на настое кипрея с листиками, веточками зверобоя. Это было четыре таких мыла. Одно я подарила Мите Диме Сычеву. Вряд ли он меня смотрит. Но, если что, ему привет. Так. И тут, соответственно, была прозрачная основа. Но пробовала я сделать мягкое мыло. Но до сих пор еще вот его можно помять. Там где-то на 30% было вот этого отвара. Вроде как и красящий. И, ну, в принципе, я уже такую звездочку обмылила. Она нормально мырится. Это, по-моему, даже без листиков. А нет, все-таки где-то вот здесь, в жубке мыльной, тоже есть листики. Это тоже из той же серии. Мягкое мыло. С настоем зверобоя. И с листиком... Ой, точнее, с настоем кипрея и с листиком зверобоя. Вообще делала для Димы, потому что у него любимые травки, как отца, кипрей и зверобой. Ну, вроде как сказал, что понравилось. Так. Вот это жуткое мыло-скраб. Мое первое мыло. Которое я еще делала на водяной бане. Остальные уже были, как я потом узнала, можно в микроволновке растапливать. Тут вот немножко видно розовый кусочек. Вообще чего тут только нет. Так. Тут кофе. Потом, не знаю, возможно, какао было бельгийское. На тот момент у меня еще оставалось привезенное с Финляндии, Хельсинки. Это, блин, Эстония. Я уж не помню, где конкретно покупала. Кажется, вообще на пароме брала. Тут было розовое масло, еще какое-то масло. Ну, в общем, тут много всего. Просто потом дам ссылку на конкретный пост на моей страничке ВКонтакте. У меня таких сейчас тут три кусочка. И один кусочек ванны я его пользую, как скраб для ног. В принципе, как скраб за тело, он тоже ничего. Ну, так как я скрабом для ног вообще пользуюсь, это когда вспомню. Хотя, наверное, надо бы. Ну, как скраб он хорошо получилось. Единственное, что вот такое вот невзрачное. Серо-буро-малиновое. Сюда уперю пока. Так. Ну, и последнее мыло. Еще у меня там где-то наверху есть мыло. Ну, я только сейчас не вспомнила. Доставать неохота. Вот это ракушка. Это масляное с маслом лимона. Много тут этого масла. По-моему, красителя тут вообще не было, насколько я помню. Возможно, просто может какой-то этот настой травяной уж точно не помню. Но вот оно вообще-то прозрачная основа была. Сейчас попробую как-то показать. Лимонное масло тут и что-то еще. Может быть, вроде лимонный сок. Вообще, я делала его как... Вроде как, например, такой масляное мыло. Там мыло-крем. Там когда-то в рекламе, да, было сто лет назад. В общем, вот такое вот. Оно, в принципе, сейчас подзагустело и... Да, оно такое крепенькое стало. Ну, мыло. Потом попробую замырить, как оно будет мылиться или нет. Ну, что часть этой мыльной основы у меня получилась очень жирная. Мылиться она не хотела изначально. Но она у нее где-то была. Я попробовала просто делать свою мыльную основу. Раньше покупала... Вообще, мыло мне досталось как-то... Почему я стала заниматься? Давно хотела заняться мылом, попробовать его делать. Ну, занялась я компьютерами. Все-все пошло. Стала ставить операционные системы. У меня подружка, так сказать, проснулась, Настя Гусева. Вряд ли она меня смотрит. Но если смотрит, привет ей. Фамилию сейчас я у нее не помню. Она замуж вышла. Чем это девичья фамилия Гусева. Она вдруг объявилась в моей жизни снова. И что-то у нее было с компьютером. Она спросила, что как. Я ей посоветовала. Потом получилось так, что она попросила поставить ей систему. У нее была Windows-зверь. У меня где-то на скачанных торрентах висит. В общем, действительно, зверь. Там куча прошитых вирусов была изначально. Но я поставила Linux-Migmate, по-моему, 17-ю версию. Ей на ноутбук ее. Потом ее мужа. И получился еще ее сестры. Такая, что она там спросила, что это вроде как стоит денег. То есть все. Я не знала вообще, сколько за это берут. Как-то мне всегда непривычно. Это так же, как мыло продавать. Я не знаю. Кажется всегда, что хочу запросить. Вдруг скажу цену. А получится, что много. В общем, мыло я продавала по 50 рублей кусочек. Ксюшка у меня брала его. Привет тебе, Ксюшка. Если ты меня смотришь. Ну и вот однажды у нее сидела. Там что-то настраивала. То ли интернет, то ли еще что-то. И она мне показывает такую громкую коробку. Там, значит, такое ведерко. С кокосовым маслом было. И два куска белой основы. И прозрачной основы. И она говорит, вот если ты хочешь, то можешь попробовать. Вдруг тебе понравится. В общем, я сначала, конечно, загрузилась. А если мне что-то в голову дали. Или, так сказать, будем цивильно выражаться, в попу клюнет. То где-то я в три ночи, что ли, этим занялась. Ну и полночи так возилась. Или до трех ночи возилась. Не помню. Но, в общем, долго. Что-то меня такое увлекло. Это очень сильно. Конечно, я сразу практически все основы уделала. У меня было это двухслойное масло. По ссылке где-то у меня на страничке есть это в группу мою маленькую такую. Айва Презенс. И проверю на себя. Травник и кок. Вроде так называется. Уж сама не помню. Там как раз первые мои посты. Как раз про эти мыло, которые я делала. Ну, а потом я заказывала основу на ее кисо. И там была такая жидкая основа для шампуня. Но я ее не поняла. Там надо было вроде как один к трем ее разводить. У меня получился очень жидкий шампунь. Он нифига не мылился. И вот я попробовала свою. Я пока еще, в принципе, ее не задействовала. Тут у меня немножко мыльного отвара. Уже с мылом. С мыльной прозрачной основой. Отвар шиповника. И несколько еще трав. И вот это лимонное ничто. Не состоявшееся мыло. Масляное. Вот оно вот здесь у меня. Судя по пене, оно, наверное, все-таки мылится. Потом я хочу все сделать. Этот шампунь с розовым маслом. Я его купила. Теперь оно у меня снова есть. У меня еще также гидролат розы, который я сейчас покажу. Ну, и вот хочу сделать шампунь на гидролате розы с розовым маслом. Или на этой основе. Или на просто мыльной прозрачной основе. Летом я собирала травы. Ну, соответственно, я каждое лето собираю травы. Иногда еще в сентябре, немножко в мае. И получилось так, что в нашей районе этих мертвых деревень. И не совсем мертвых тоже экологически чистое место. То есть все вдруг внезапно по круговой дороге наросли шиповники и дикие розы. Ну, в общем, очень много у меня было лепестков шиповника, диких роз. Просто этих роз, которые вроде как растут. Тут кустами посадил, растет. И я попробовала гидролат розы. Выпаривала там специально по инструкции в интернете с телефона. Я пыталась найти ее. Читала, учитывая, какой интернет в деревне. Ну, если вы были там в каком-нибудь джопе мира, то вот интернет там ужасный. Полчаса что-то грузится. И вот у меня был тоник из гидролата розы. Кстати, он смывает прекрасно косметику. Я еще почитала в интернете и действительно убедилась потом на себе. Он смывает косметику. Потом я такой же отлила где-то 130 мл Машки. Во флакончик она им тоже пользуется, он ей нравится. И вот тут вот здесь у меня он. Вообще, изначально был в бутылочке чуть меньше литра. Вот такой вот флакончик. Тут 250 мл. И еще немножко вот в этом. Вот такой мутноватый. Просто я его недавно потрясла. В принципе, если этот потрясти, наверное, там что-то будет. Тоже там небольшой осадок этих розовых листиков. Тут может даже видно плавают они. Ну, как было написано в интернете, это нормальный, естественный осадок. Типа так и должно быть. Пах он... Сейчас я даже уже не помню, попытаюсь. Ну, кстати, да, он и пахнет немножко розой такой, дикой розой. И чем-то таким, не знаю, может травянистым. Не знаю, видно будет, не видно. Вот такая вот фигня. Еще у меня был гидролат Мальвы. Ну, то ли я его неправильно хранила, то ли еще что. В общем, когда я пыталась делать шампунь на гидролат Мальвы, он, конечно, получился хорошо промывал, но дико вонял. Непонятно чем вообще жутким. И я его уже потом использовала просто эфирными маслами. Залила его лимонным маслом и лавандовым. Пахло-то вкусно, но уже не мылилось. Мне кажется, я его спустила, как пена для ног в тазике. Это у меня специально перед видео перелила. Вообще флакончик такой был. Тут были лепестки мыльные с китайского сайта. Я даже не помню, по-моему, слайда. Мне кажется, они пришли мне в подарок. Мне просто флакончик понравился. А тут раньше был тоник два раза. Я в апреле делала какой-то зеленый чай. Заварила вместе с короставником полевым. Ну, показалось очень горько. И решила, в принципе, он короставник. Он сам себе, похоже, неплох для кожи. Настоить специальное дело для протирания всяких там болячек и прочего. Ну, и кожи лица в том числе. А зеленый чай, он же везде участвовал. Там тоники всякие с зеленым чаем. Ну, я их сместила. И он у меня месяца два, наверное, жил. Вполне ничего так хорошо был. Протирала я им лицо. Ну, а так короставник я заварила с разными травами. Он, в принципе, был, ну, неплохое по вкусу сочетание было. Вот с зеленым чаем он дает горечь. Потом еще какой-то тоник у меня здесь был. А сейчас у меня здесь огуречный лосьон. Вообще, я уже убрала. Может, просто как-нибудь сфотографирую или, ну, пытаюсь здесь снять. Там у меня есть полочка такая. Если ее снимать, то некоторые смотрящие будут в шоке. Там у меня и склады, и бардак, и черт, и черт, чего только нет. В общем, это водка какая-то. Это первая попавшаяся в магазине, учитывая, что я водки не разбираюсь. И огурец. Все можно посмотреть в интернете. Кому интересно, погуглите, как это делается. Ну, или я потом в группу скину в ВКонтакте состав, как я его делала. И просто сюда дам ссылку. Или отсюда дам ссылку. Огуречный лосьон. Я его уже процедила. Там были зернышки огурца. Он такой мутновато, бледно-зелено-желтый. Наверное, все-таки ближе к зеленому. Пахнет, кстати, огурцом. Или так вот, как если огурец с черным хлебушком. Будете кушать свежий огурчик. То вот такой примерно запах, похожий на вкус. Вкус похожий на запах даже так. Я им протирала лицо недавно. Ну, вроде пока не померла. Нормально. А так я пользовалась огуречным лосьоном. Раньше давно еще покупала. Сейчас попытаюсь его достать. Конечно, он очень химический. Потому что, ну, не может быть огуречный настой вот такого зеленого цвета. Ну, поэтому решила попробовать сделать свой. Ну, и вообще для смешанной или жирной кожи он хорошо. Я люблю такие спиртовые. По-моему, один к одному тут. В общем, так. Тут у меня еще раньше я делала дезики. Я делала, по-моему, в апреле. У меня и тетки, и подружки еще кому-то посылала. У меня они были. Там кокосовое масло, воск. Так как наша семья занимается пчелами с 1929 года. Еще отец моей бабушки начал. Немножко расскажу так. И, в общем, он был, в принципе, первым пчеловодом в Угличском районе. И учил даже много кого. Даже есть старая черно-белая фотография, где есть папа бывшего депутата Городецкого Николая. Не знаю, как папу звали. Или, может, просто не помню, но не суть. Ну, в общем, был у нас такой депутат. Коль, кажется, Городецкий. Сын у него был еще Макс Городецкий. Вот его отец. И дед Макс. Это учился у моего прадеда. В общем, моя семейка занимается пчелами. Пасека у нас в деревне. И, естественно, воск есть. И вот я из воска, из кокосового масла и двух эфирных масел делала дезидоранты плоские такие. Потом у меня, короче, закончились. Я и с лавандой делала, и с мятой, и просто с розмарином. А потом уже решила попробовать масляный дезидорант. Ну, у меня был такой флакончик. Это, на самом деле, он от Эрифлейма. В скалодезе кастрозой стоял он у меня в деревне на даче. Я приехала, привезла домой. Достала этот шарик, вымыла его, высушила. И теперь тут такая своеобразная смесь. Тут косметическое масло, потом несколько эфирных масел. Ну, и все. И, в принципе, если после душа им пользоваться, он нормальный. Тоже подобный рецепт был в интернете. Я просто пыталась разные масла смешать и попробовать именно такой. Ну, можно сказать, мой личный рецепт. Обычно я их называю тегом ВКонтакте. Личный рецепт из головы как-то так. А что у нас тут еще? В общем, моя подружка называет меня пингвином. Пингвой. История давняя. И, может быть, как-нибудь я не расскажу, если кому интересно. Но вот получилось, что я увидела блеск с пингвином. И, наверное, закажи, закажи. На лайте я его заказала. Блеск закончился. Там вот такая вот штучка была. Пингвин с блеском в жопе, так сказать, я его назвала. Я ее вымыла. Он, кажется, розовый был, банановый. И сделала уже с какао этим бельгийским. С воском. С маслом какао. Кокоса. И вот такой вот блеск. У меня было еще 2 или 3 баночки. Я их раздарила. Кажется, один послал своей троюродной сестре Наташке Морозовой. Она то ли в Ярославле, то ли в Нижнем Новгороде. Сейчас точно не знаю. Вот попробую я делать, так сказать, сводч. Оставить. Вообще он увлажняет. И по ощущениям, когда я его наношу на губы, наношу, конечно, кисточкой, кажется, что на мне вот помада какая-то. Вот такое же ощущение, когда вот дорогая помада на губах. И увлажняет, и при этом чувствует свет. Цвет практически никакого нет. Он, ну, в принципе, прозрачный. Может, чуть-чуть отдает каким-нибудь шоколадом. А в большой массе он вот такой. Плюс у меня-то еще немножко осталось. Просто не было такой уже маленькой баночки. Маленькие баночки у меня ушли, соответственно. И вот он здесь вот. Здесь немножко белого бальзама. Такой двухсветный получился. И совсем чуть-чуть. И шоколадного. Тоже рецепт брала в интернете, экспериментировала. Это у меня воск для ногтей. Просто в крышечке от баночки. Тоже была маленькая баночка. Ну, маленькой баночки у меня теперь нет. У меня теперь вот такие баночки только. Вот для ногтей. Я его просто беру вот так. Тут, кажется, лимонное масло было. Я точно не знаю. Уже не помню. Но кому интересно, если что, прочитаете состав в группе ВКонтакте. Вообще, как получилось. Когда-то в Гринмаме они не сами делали, а продавали чье-то. Тоже вроде как домашний воск. Лимонный возле ногтей. И я покупала, и мне он понравился. Вот. Втираешь так. В принципе, можно на батарейке подержать. Чуть-чуть он размякнет. И удобнее будет втирать. Ну, соответственно, ногти скажут вам спасибо. Я лаками редко пользуюсь. Но в силу того, что у меня одно время не росли ногти практически. И до 2010 года, когда я заболела ветрянкой. Все дети болели в детстве. А я умудрилась, так сказать, не совсем в детстве. То вот у меня стали расти ногти. Но все равно их периодически надо питать. Я лопаю кальций. Когда вспомним. Или когда у меня ногти начинают ломаться. Ну и втираю у них тоже воск. Конечно, это на все-таки хотя бы, не знаю, раз в неделю делать. Но я когда вспомню. И вот такая у меня баночка еще с воском. Это уже полная. Это так, может, кому-нибудь, кто решится, или так подарю. Так, а еще у меня были, соответственно, первое я сделала крем для ног. Потом у меня был тоже на кокосовом масле крем для лица. И крем для рук. Крем для рук у меня осталось вот такие вот уже совсем чуть-чуть баночка. Полная баночка. Вот это и уже остатки этой баночки. Такой вот он беленький. Тут лимонное масло, лимонный сок, кокосовое масло. Кажется, все. И вот. Сейчас попробую показать на руке его. Он, конечно, специфический такой. Но, кажется, я Ксюхе такую давала баночку и понравился. Ну, увлажняет. Он, конечно, на какое-то время чувствуется руки масляными. Но иногда я для разнообразия им пользуюсь. Мне нравится. Ну, правильно, сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Но все равно мне нравится. Крем для ног уже, конечно, закончился. И вот у меня тут есть крем для лица. Из холодильника достала баночку. Не смотрите на баночку. Просто тогда мне вообще просто некуда было их ложить. А это мне как-то Дашка принесла шоколад. Баночку засунула. Тут, кажется, был подорожник и математика. Это на основе, ну, то, что я видела и покупала в Глинмаме подорожник и математика. Крем для увлажняющий. Крем, как раз за зимой. Для осени или там еще что-то. Тут какое-то у меня масло было. Тоже в основе кокосовый крем. Пахнет он чем-то таким. Не сказать, что пройдем, не сказать, что приятно. Ну, и вот он тоже, в принципе, он в основе белый. Да, вот тут у меня такие украшения. Это, конечно, уже, естественно, не я делала. Это покупала на Юкису. Один я заказ там делала. У меня 5% скидка осталась. Но, может, потом я все-таки совершу заказывать основу мыльную, то я там закажу. В чем она там действительно дешевле. Но лучше набирать большой заказ хотя бы на 1000. Потому что доставка, она как-то хотя бы год не то, чтобы окупиться, но будет не такая напряжная. Такие мыльные листочки. Вообще, люблю такие мыльные листочки. Розочки всякие там, лепесточки класть в ванну. Добавляется мелкая такая пенка. Ну, а тут я их мыло сувала. Вот то, что у меня на заставке на моем канале в самом верху. Вот это как раз фотография моих мыл. А это, если вдруг решу делать мыло, то можно вот это осталось как-то специально не для ванны. Я их оставила специально для украшений мыло. Ну, так сказать, ну, а не мыло, а тоже мылиться. И вот я потом весной купила весы, чтобы уж быть точной такой, конкретной, правильной. До 5 килограмм от 1 грамма. Очень точно тут миллилитр есть. Еще какая-то фигня. Я беру их на кухню обычно и со всей этой моей приблудой делаю, записываю на бумажке, а потом уже все эти футками готовые, так сказать, продукты. Не знаю, было ли это вам интересно. Кажется, я все-таки все, что хотела, рассказала. В общем, если было интересно и что-то полезное вы за себя увидели, то я буду рада. Ну и спасибо за просмотр. Пока.